6 октября Почему христиане конфликтуют? Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Послание Галатам, 4 глава, 29 текст. В предисловии к своей книге «Великие битвы церкви» баптистский пастор Лесли Флинн, посвятивший служению всю свою жизнь, рассказывает о своем отце, который однажды услышал шум во дворе. Выглянув наружу, он увидел, как его дочь и несколько сверстников горячо спорят друг с другом. Когда он попытался урезонить их, его дочь объяснила. «Мы только играем в церковь». К сожалению, разногласия в церкви приняли такой масштаб, что было написано много христианских книг об урегулировании конфликтов. Хотя существует много причин для внутрицерковной борьбы, наихудшие последствия приносит конфликт, затрагивающий доктрины, методы поклонения и служения. Несогласие часто перерастает в преследования, и в итоге люди оставляют церковь и никогда в нее не возвращаются. Это началось еще во времена Нового Завета и продолжается почти 20 столетий, к большой радости сил зла. Часто в основе церковных конфликтов лежит неправильное понимание истины о спасении. Иудействующие христиане Дней Павла считали, что спасение обретается благодаря Иисусу и добрым делам закона. У них возникали постоянные споры с теми, кто верил, что спасение дается только поверив в жизнь и смерть Иисуса. Печально, но церковная история свидетельствует, что те, кто занимал законническую и консервативную позицию в вопросах истины, часто более всего были склонны к преследованию и даже убийству инакомыслящих. В 80-х годах в одной из деноминаций произошло разделение по одному простому вопросу. Должны ли быть подняты руки над головой во время богослужения, или их нужно сложить? Не в руках было дело, а в том, не подвергается ли спасение риску из-за неверной формы богослужения. Битвы в церкви разгорались также из-за цвета нового ковра в помещении церкви. Помимо собственных амбиций и спорящих сторон возникал страх, что неправильный цвет как-то повлияет на богослужение и уменьшит шансы церкви на спасение. Святой Дух хочет, чтобы мы помнили слова помощника Лютера Меланхтона. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. И во всем – любовь. Господи, помоги мне смириться с мыслью, что люди имеют право отличаться от меня пониманием даже тех вопросов, которые я считаю наиболее важными. Книга притчей Соломоновых Глава первая Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израиля Тем, кто хочет постичь мудрость и наставление и понять суть разумных изречений, усвоить правила благоразумия, праведности, справедливости и честности. Простодушным, чтобы добавить им соображение. И юношам ради знания и прозорливости, да и мудрый, услышав, преумножить знания. И разумный человек найдет подсказку, как понимать иносказания, и притчи, изречения мудрецов и их загадки. Господа боятся. Вот в чем начало познания. Кто презирает мудрость и наставление, глупец. Выслушай, сын, наставление отца и не отвергни материнского наказа. Это великолепный венец на главу твою, а жерелье тебе на шею. Сын мой, если поманят тебя грешники, не ходи. Они скажут, пойдем с нами, устроим засаду, убийство, подстережем невиновных. Мы, как шеол их, живьем поглотим, целиком, как покойников могила. Всякого богатства награбим, наполним свои дома добычей. Вместе с нами бросать будешь жребий, поровну разделим добычу. Сын мой, с ними не ходи по дороге. На их путь ступить остерегайся, потому что бегут они козлу и спешат к кровопролитию. Смысла нет раскидывать сеть на виду порхающих птиц, так и они, подстерегая в засаде, погубят сами себя. Таков конец головореза, собственную голову он сложит. Премудрость на улице восклицает, на площадях возвышает голос, в шумной толпе взывает, у городских ворот держит речь. Сколько можно простакам коснеть в простоте, наглым наглостью тешиться, глупцам ненавидеть знания. Обернитесь на мой упрек и залью на вас мой дух и поведаю вам мое слово. Я позвала, а вы отвернулись, протянула руку, но никто не замечает. Вы отвергли все мои советы и не приняли моих упреков. Что ж, и я над вашей бедой посмеюсь, поиздеваюсь, когда настигнет вас ужас. Как буря придет к вам ужас, и беда, как ураган нагрянет. Придавит вас гнет и бремя. Тогда позовут меня и не отвечу, разыскивать будут и не найдут. За то, что они возненавидели знания и отвергли страх Господень, не приняли мой совет, презрели все мои наставления, вкусят они плоды своих дел, замыслами своими насытятся. Потому что простаков погубит свои нравья, глупцов подведет их беспечность. А кто слушает меня, будет жить спокойно, не страшась никакой беды. Пятница, 6 октября Для дальнейшего исследования План нашего искупления созрел гораздо раньше грехопадения Адама. Он был откровением тайны, о которой от вечных времен было умолчано. В нем раскрывались принципы, которые от века были основанием Божественного престола. От начала Бог и Христос знали об отступничестве сатаны и о грехопадении человека, поддавшегося обольщающей силе отступника. Бог не предопределил существование греха, но Он предвидел его возникновение и предусмотрел план избавления от страшной катастрофы. Его любовь к миру была так велика, что Он решил отдать Своего единородного Сына, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Христос говорил ученикам, что труд их не будет легким, что злые силы ополчатся против них, но они не будут сражаться в одиночку. Он заверил их, что Сам пребудет с ними. Всемогущий защитит их, если они пойдут вперед с верой. Он сделал все необходимое, чтобы они выполнили эту работу и взял на себя ответственность за ее успех. Ибо до тех пор, пока они повинуются Его слову и трудятся вместе с Ним, они не потерпят неудачу. «Идите ко всем народам», повелел Он, «идите в самые отдаленные уголки земного шара в полной уверенности, что Я буду с вами и там. Трудитесь с верой и доверием, ибо Я никогда не оставлю вас. Я всегда буду с вами. Я помогу выполнить долг ваш. Я буду направлять, утешать, освящать, поддерживать вас. Я вложу в ваши уста слова, которые привлекут внимание людей к небесным сокровищам». Вопросы для обсуждения. Первый. Подумайте, о чем говорит тот факт, что первыми словами Бога к падшему человечеству были не слова «что ты сделал» или «почему ты ослушался меня». Вместо этого первыми словами были «где ты?». Какое утешение должна дать нам эта истина относительно Божьего намерения в отношении нас и наших близких? Второй вопрос. Подумайте о том, что значит тот факт, что сам Бог в лице Иисуса пришел в этот мир, чтобы спасти нас. Христос на кресте был высшим проявлением Бога как Бога Миссии. Что это говорит нам о Его характере? Третий. Миссия – это то, что принадлежит Богу. Поэтому Он подготовит людей и наделит их силой для ее выполнения. Как в свете этой истины вы, думая о задаче благовествовать всему миру, можете справиться с устрашающим ощущением от масштаба этой миссии? Глава девятая Последние язвы и суд На общем собрании верующих в истину для настоящего времени, проходившем в городе Саттон, штат Вермонт, в сентябре 1850 года, мне было показано, что семь последних язв будут излиты после того, как Иисус выйдет из святилища. Ангел пояснил, гнев Бога и Агнца вызовет уничтожение нечестивых. При гласе Божьем святые станут могущественными и страшными, как воинство со знаменами, но в тот момент они еще не совершат суд согласно написанному в книгах. Исполнение приговора произойдет по окончании тысячи лет. После того, как святые будут обличены в бессмертии и восхищены с Иисусом на небо, после того, как они получат свои арфы, белые одежды и венцы и войдут в город, Иисус воссядет с ними и начнется суд. Откроются книги жизни и смерти. Книга жизни содержит добрые дела святых, а в книге смерти записаны злые дела нечестивых. Обе они сравниваются с книгой-уставом, Библией, и согласно ей вершится суд. Святые и Иисус выносят совместные решения относительно участи умерших грешников. Смотри, сказал ангел, святые вместе с Иисусом восседают в суде и воздают беззаконникам по делам их, которые они творили, живя на земле. И около каждого имени пишется приговор. Я видела, что именно этим будут заниматься святые вместе с Иисусом в течение тысячи лет во Святом Граде, прежде чем он сойдет на землю. Затем в конце тысячи лет Иисус вместе с ангелами и всеми святыми покинет Святой Град, и когда Он будет сходить с ними на землю, воскреснут умершие нечестивые, а затем те, которые пронзили Его. Воскреснув, увидят Его издали во всей Его славе с ангелами и всеми святыми, и восплачут о Нем. Они увидят следы гвоздей на Его руках и ногах и рану между ребер Его, которую они сделали копьем. Следы же гвоздей и копья будут Его славой. Именно в конце тысячи лет Иисус сойдет на Илеонскую гору, и та раздвоится и станет обширной равниной. Только что воскресшие нечестивые в ужасе обратятся в бегство. Затем на равнину опустится Святой Град, после чего сатана исполнит нечестивых своим духом. Он прельстит их, убедив, что воинство Христа невелико, а Его армия огромна, и они с легкостью победят святых и захватят город. В то время, как сатана собирал свои полчища, святые находились в городе, созерцая красоту и славу Божьего рая. Перед ними был их вождь Иисус. Внезапно прекрасный Спаситель оставил нас, но вскоре мы услышали его чудный голос, возвещающий «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Мы собрались вокруг Иисуса, и как только Он закрыл врата города, на нечестивых было наложено проклятие. Врата были заперты. Затем святые взмахнули своими крыльями и взлетели на городские стены. Иисус был рядом с ними, Его венец сверкал ослепительной славой. Он был составлен из семи прекрасных диадем, вложенных одна в другую. Венцы святых были сделаны из самого чистого золота и украшены звездами. Их лица сияли славой, ибо они отражали образы Иисуса. И когда святые поднялись и все вместе переместились на вершину города, я оказалась во власти этого зрелища. И тогда нечестивые увидели, что они потеряли. Огонь от Бога не спал не спал на них и поглотил их. Это было исполнение приговора. Нечестивые получили то наказание, которое определили для них святые и Иисус. Тот же самый огонь от Бога, что поглотил нечестивых, очистил и землю. Потрескавшиеся, обветшавшие горы и стаяли от невыносимого пламени. Воздух и все, что было на земле, сгорело, как солома. И вот перед нами открылось наше наследие, славное и прекрасное. И мы наследовали всю обновленную землю. мы все громко воскликнули Слава! Аллилуйя! Если никто тебе крепко руки не жал, если никто тебя с плачем не провожал, если никто тебе не говорил люблю и не открыл тебе скорбь хоть одну свою и не открыл тебе скорбь хоть одну свою, значит, ты не имел части в семье людей, значит, ты не сумел сжиться и слиться с ней, значит, ты не сумел сжиться и слиться с ней. слицем 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 Когда твои мечты в щеке кто-то разнёс. Когда твои мечты в щеке кто-то разнёс. Значит, ты не имел счастья в семье людей, Значит, ты не сумел сжиться и слиться с ней. Значит, ты не сумел сжиться и слиться с ней. Если в душе твоей чужд неизвестен Бог, Если его найти ты на земле не смог. Если молитвы звук мало знакомы с дам, И не склонялся ты в браке у ног Христа. Значит, ты не нашёл самую суть вещей, Значит, искать её нужно скорей, скорей. Значит, искать её нужно скорей, скорей. Значит, искать её нужно тебе скорей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...